Страница летописи Великой Отечественной войны Страница летописи Великой Отечественной войны Страница летописи Великой Отечественной войны На Карачаево-Черкесии прошел брифинг для региональных журналистов. Тема мероприятия – приобретение правового статуса частного охранника. Модератором выступил заместитель начальника управления, начальник лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев. Он рассказал о том, что охрана личной собственности или магазина, организации, детского сада или школы стала обязанностью частного охранного предприятия. Они обладают достаточно широкими полномочиями, чтобы обеспечивать правопорядок, сохранность имущества, здоровье и жизни людей. Эдуард Чумаев рассказал о том, кто имеет право на приобретение правового статуса частного охранника, каков порядок выдачи соответствующего свидетельства, какие существуют квалификации, могут ли вноситься изменения в ранее выданное удостоверение и другие. Правовой статус частного охранника может приобрести гражданин Российской Федерации, достигших по 17 лет, который судом не признан дееспособным, то есть человек должен быть дееспособным, прошедший соответствующую подготовку, получивший соответствующую квалификацию частного охранника и в дальнейшем получивший удостоверение частного охранника. Статистика дорожных происшествий в Карачаево-Черкесии заставляет автоинспекторов большое внимание уделять профилактическим мероприятиям. Если взрослых перевоспитать бывает довольно сложно, то участие в акциях подростков наверняка поможет воспитать правильных водителей и пешеходов. За одним из таких мероприятий наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Детвора активно рассекают вдоль проезжей части на велосипедах. И если в дневное время их действия хорошо заметны автомобилистам, то вечером многое превращается в тёмные пятна. В такой ситуации помочь могут светоотражающие элементы на одежде или транспортном средстве. Учащиеся Хабетской средней школы и полицейские провели профилактическое мероприятие. Чтобы пешеходы и подростки на велосипедах были заметны и в темноте, каждый из оказавшихся поблизости получил в подарок специальную наклейку. Причём и сами юные инспекторы дорожного движения должны были показать свои знания по теме. Вот у тебя сейчас светоотражающий жилетик. Для чего он необходим? Если, например, темно, я перехожу дорогу, чтобы водитель сдалека увидел, что я перехожу и успел тормозить. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено световозвращающим элементам. Так как по статистике наезд на пешеходы – один из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. И основная доля наездов на пешеходов с такими последствиями происходит в тёмное время суток. На неосвещенных или малоосвещенных участках дорог. Так как вечером сейчас уже рано темнеет, дети всё-таки возвращаются со школы, идут на какие-то секции. Они переходят дорогу по пешеходным переходам. И если их верхняя одежда сливается с погодными условиями, с обстановкой, то водителю намного сложнее заметить ребёнка на дороге, если у него нет на верхней одежде какого-то фликера либо световозвращающего элемента. Учащиеся выстроились в очередь, чтобы друг за другом в сопровождении автоинспектора подходить к останавливавшимся транспортным средствам. В руках ребята держали памятки со сводом правил для автолюбителей. Когда полицейские останавливали водителей, те с тревогой ожидали вердикта по какому-либо нарушению. Однако воспитанники образовательного учреждения со своими пожеланиями и буклетами помогали сразу разрядить обстановку. Мы хотим напомнить в очередной раз, чтобы вы были внимательны в тёмное время суток при проезде пешеходных переходов. Во избежание трагедии, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов, будьте внимательны. Дети подготовили памятки, хотят вам вручить. Как проходят занятия по безопасности дорожного движения? Насколько вам полезна та информация, которую преподносит? Эта информация очень полезна, её надо обязательно соблюдать, чтобы не подвергать свою жизнь в опасность. Ну как сами занятия проходят? Наверное, просто скучные лекции, неинтересно рассказывают вам, и вы уже засыпаете на занятиях? Нет, нам очень интересные лекции и так далее. Нам рассказывают, что надо переходить дорогу только на зелёный свет, что нам надо соблюдать правила поведения и так далее. По словам школьников, на занятиях они постоянно моделируют возможные ситуации на дороге. Стражи порядка и педагоги объясняют, как вести себя в той или иной ситуации, почему необходимо пристёгиваться при проезде в автомобиле, что можно и чего нельзя делать вблизи проезжей части. На оживлённой трассе знания правил и умения их применять на практике лишним уж точно не будет. Возможно, действия кого-то из ребят станут примером для старших родственников. С детьми, конечно, периодически проводятся занятия, как педагогами, так и нами, сотрудниками отдела ГИБДД. В плане изучения правил дорожного движения. Дети всегда активно участвуют в наших занятиях. А когда принимают участие, непосредственно уже на дороге, с участием водителей, проявляют, конечно, повышенный интерес. Им очень интересно общаться с водителями, раздавать им свои письма с обращениями, которые они часто пишут. Только вовлечённость ребят в профилактическую работу поможет им как можно скорее усвоить все необходимые правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Доказано практикой. Эти знания спасли огромное число человеческих жизней. Артур Максим Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район. Экономика страны переживает непростые времена, санкции. Иностранные компании от нас за другой заявляют о приостановке инвестиций и продаже принадлежащих им предприятий. Цены на материалы и оборудование растут. В подобных условиях, как никогда, важной является поддержка отечественной индустрии. Этим занимается Фонд развития промышленности, который выдаёт льготные займы на различные проекты. Как он действует и кто может получить поддержку? Репортаж Альбина Ламковая. Основной целью Фонда развития промышленности является поддержка промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории нашей республики. Им предоставляют займы для проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещению, по лизингу оборудования и цифровизации действующих производств. На сегодняшний день действуют пять программ льготного финансирования. Из них две региональные программы. Это как проект развития. Условия программы проекта развития являются сумма займа до 50 миллионов по 3% годовых и сроком до 5 лет. Также ещё вторая программа у нас – это оборотный капитал. Условия программы являются сумма займа до 15 миллионов, также 3% годовых и сроком до 2 лет. А по трём другим программам – это программы такие, как совместное софинансирование с Фондом развития промышленности Российской Федерации. Там у нас действуют три программы. Это комплектующие изделия, программы проекта развития и повышение производительности труда. По трём программам совместного финансирования с Федеральным фондом развития промышленности выдаются займы от 20 до 200 миллионов рублей сроком до 5 и до 3 лет годовых. Люготный период уплаты основного долга – до 3 лет. По совместным проектам для промышленных предприятий являются более лояльные условия. Ключевая ставка может понизиться до 1%, если предприятие будет выполнять такие условия, как под обеспечение они могут предоставить Фонду развития промышленности банковскую гарантию, либо же в рамках инвестиционного проекта они могут купить, приобрести оборудование российское. То есть по этим условиям ключевая ставка снижается от 3 до 1. Чтобы выбрать подходящую программу, необходимо прийти за консультацией. Предприятие может обратиться в Фонд развития промышленности для разъяснений, какие действуют программы регионального значения, федерального. Могут прийти в фонд, расположенный по адресу города Черкесск, улица Калантеевского, 36. Также зайти на сайт Фонд развития промышленности Карачао-Черкесской республики. Там вся информация, все программы наши размещены. Также было бы хорошо, если бы предприятия приходили к нам. Мы консультируем полностью, подбираем индивидуально. На сегодняшний день в Фонде развития промышленности профинансировано и действуют три проекта. Два из них являются инвестиционными. Они работают успешно и реализуются согласно плану, заключила Инна Кохова. В общественной палате состоялось первое заседание рабочей группы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Рабочую часть заседания предварили подписанием соглашения о взаимодействии между Общественной палатой Карачаева-Черкесии и Общероссийской общественно-государственной организацией «Знания». Рабочая группа на данный момент является уже полностью сформированной и готовой к плодотворной деятельности структуры. В ее состав вошли представители православного и мусульманского духовенства, а также общественных организаций, национальных объединений, сферы образования и СМИ. Созданная нами рабочая группа сейчас начнет заниматься очень важным моментом, а это исполнение в первую очередь указа президента Российской Федерации от 09.11.2022 года, номер 809, об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. У нас демократическое государство, у нас не прописано в Конституции, что у нас одна идеология, но влиять на мировоззрение граждан мы можем с вами. Чтобы исполнять указ президента, конечно, мы с вами должны в первую очередь еще раз проговорить, что является традиционными ценностями, что является нравственными ориентирами, что является тем мировоззрением, которое мы бы хотели, чтобы сформировалось у наших граждан, и надеюсь, что оно формируется. Итак, традиционным ценностям еще раз напоминаю присутствующим. Относится жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единства народов России. Бах, лизгинка и русские народные танцы на одной сцене. В Московском международном доме музыки стартовал 20-й фестиваль «Москва встречает друзей». Организован он благотворительным фондом Владимира Спивакова для демонстрации успехов юных талантов из России и других стран. В числе приглашенных ансамбль «Карча» из Карачаева, Черкесии. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В этом году фестиваль празднует юбилей и проходит с особым размахом. По доброй традиции старт фестивалю дал грандиозный галоконцерт в Светлановском зале Дома музыки. Перед началом вечера маэстро Владимир Спиваков поблагодарил и поприветствовал гостей и участников фестиваля. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо большое. Считаю фестиваль открытым. Я уверен, что у вас ждут впереди нежные, удивительные и незабываемые встречи с детьми. Открытие 20-го фестиваля состоялось Международный день музыки. В первом отделении концерта лучшие детские хореографические коллективы России представили яркие танцевальные номера. Среди них ансамбли из Москвы, Элисты, из Северной Осетии, Алании, Крачаево-Черкесии и Дагестана. Более 60 регионов России и 18 стран мира принимают участие в юбилейном 20-м фестивале. Ансамбль «Карча» из Карчаева-Черкесии участвует уже на протяжении 10 лет. Каждый год они привозят разнообразные яркие номера, отображая в них традиции народов нашей республики. В этот раз вокально-хореографический ансамбль представил танец с барабанами, ритмы гор. Художественный руководитель коллектива – народная артистка Карачаева-Черкесии Тамара Уртенова и народный артист Карачаева-Черкесии – главный балетмейстер ансамбля Чура Узденов. АПЛОДИСМЕНТЫ Но мы приезжаем уже сюда почти 10 лет. И вот каждый раз, когда приезжаем сюда, вот такой праздник. Организаторы организовывают это все на высочайшем уровне. На таких фестивалях весь мир приезжает к ним. То есть в тех стран только они приезжают. И мы должны представлять себя достойно на таком уровне. Просто прекрасное место и прекрасный фестиваль. Дети, выходя на сцену, наделяются полномочиями представлять широкой аудитории свой труд, свое творчество, свой край своих педагогов. Это высокая социально-культурная миссия, которая возлагается на детей в раннем возрасте и далее проносится ими через всю творческую жизнь. Хотелось бы выразить огромную благодарность фонду Владимира Спивакова за предоставленную возможность выступить на большой сцене, показать традиции своего народа, показать все тонкости игры на барабане. И каждое такое мероприятие проходит очень трепетно. Я горжусь тем, что я могу показать традиции своего народа. Миссия фестиваля – привлечение внимания к талантливой молодежи и духовному развитию нации. Владотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверию и взаимопониманию между народами. Потрясающе построено, придумано здорово, что это все как бы танец с барабанами, что обыгрывается этот ритм, бешеный, сумасшедший, такой живой, бьющийся сердцем, ритм гор и ритм вашей замечательной республики, такой живой, такой теплой, такой солнечной, такой яркой. И дай Бог, чтобы в народе и у вас была такая же жизнь, солнечная, яркая и настоящая. Вторая часть концерта резко контрастна первой. Вместо народной музыки – академическая живая игра оркестра и солистов. Совсем юные пианисты, скрипачи и другие музыканты под дирижированием Спивакова выступили на сцене Светлановского зала совместно с виртуозами Москвы. Для зрителей данное мероприятие является знаковым и красочным. Сочетая в себе разнообразный репертуар, получилась яркая кульминация всего вечера, объединившая творческие дарования из разных регионов страны. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Москва. Далее смотрите программу «Вести дежурная часть» с Ахматом Халкечевым. Обзор за месяц. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok